Австралийский доллар Я думаю, что курс австралийского доллара будет понижаться по отношению к американскому. Первая причина этого в том, что Центробанк Австралии сохранил курс на мягкую монетарную политику. В частности, представители банка заявили о том, что дальнейшее смягчение монетарной политики может быть целесообразным в будущем. Поэтому даже несмотря на то, что Центробанк решил оставить процентные ставки неизменными на уровне в 2,25%, они будут их понижать в будущем. Вторая причина для понижения курса австралийского доллара – это последние данные рынка труда в США, которые были опубликованы в пятницу. В феврале в экономике США было создано 295 тысяч новых рабочих мест. То есть количество новых рабочих мест в экономике превышает 200 тысяч уже на протяжении 12 месяцев. Это указывает на дальнейшее усиление курса американского доллара. Как вы прогнозируете движение курса пары австралийский и американский доллар в течение трёх месяцев? Я думаю, что в течение трёх месяцев курс австралийского доллара продолжит понижаться. Первая причина этого в последних данных – индекса CAPEX, который говорит о том, сколько денег предпринимателей планируют потратить в Австралии в течение ближайшего года. Несколько дней назад этот индекс понизился до уровня в минус 2,2%. Это означает, что бизнесмены в Австралии планируют потратить на 10 миллиардов долларов меньше, чем они планировали ещё год назад. То есть объёмы инвестиций в Австралии будут сокращаться, а с ними и капитальные затраты. Соответственно, это будет препятствовать и росту экономики. Кроме того, в США было создано столько новых рабочих мест, что это уже оказывает давление на Федеральный резерв в вопросе повышения процентных ставок. Согласно последним прогнозам, это может произойти уже в июне этого года. Потому, буквально уже через три месяца, США может начать первое повышение ставок. Это будет первое повышение ставок с начала финансового кризиса. Это очень важное событие, и оно окажет восходящее давление на курс американского доллара. Соответственно, будет способствовать понижению курса австралийского доллара. Каким, на ваш взгляд, будет курс этой пары в долгосрочной перспективе? Я думаю, что их долгосрочной перспективе курс австралийского доллара будет понижаться по отношению к американскому. Главная причина этого в том, что недавно Китай понизил прогнозируемый показатель роста экономики на 2015 год до 7%. Это минимальный прогнозируемый показатель роста экономики Китая за последние 20 лет. А экономика Австралии в значительной степени зависит от экономики Китая, так как Австралия экспортирует большие объёмы железной руды в Китай, которая активно используется в строительной сфере. Но если экономика Китая растёт медленнее, соответственно, ей нужно меньше австралийских ресурсов. Именно так замедление отновроста экономики Китая влияет на Австралию. Кроме того, в течение 12 месяцев Федеральный резерв США точно уже проведёт первое повышение процентных ставок. И это окажет дополнительное восходящее давление на курс американского доллара, как я уже говорил ранее. Соответственно, курс этой пары будет и дальше понижаться. Питер, спасибо за ваши комментарии. Приятно было пообщаться с вами. На этом очередной выпуск целевого прогноза подошёл к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok